Внимание! Данный контент предназначен лицам старше 18 лет. Кусь! Привет! Я рада снова тебя видеть. Мы с тобой приступаем к третьему эпизоду Зайки, он же Тинни Баня, дыбом волчья шерсть. В ушах звучал крик Ромки, которым он с бяшей на путь ствол удирающего Семена. Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Неужели Ромка грозился всерьез? Нагнать бывшего приятеля в чаще и... И что? Убить просто так? Нет, в голове не укладывается. Я судорожно протер стекла очков. Очки! Их сжимал в кулаке Семен, уворачиваясь от затрещин своих дружков. Теперь бывших. А уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе. Сложно представить, что Сема вдруг засовестился и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный, я шел к классу под гадкие шепотки. А перед глазами все стояла фотография. Сема пропал. Семена нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла, его печатка не врежется в мою скулу, он больше не унизит меня и не оскорбит. Нет. Не этого ли я желал? С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сема стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которым измывались так же, как надо мной. Хотел ли я, чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестоко? И я не знал ответа. Или боялся его. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой. Она была похожа на горный ручей, на колодезную воду, которую пьешь, прихватив губами цинковый опадок ведра и не можешь напиться. Что, если нарисовать историю с ее участием, будто герой спасает ее от ужасных чудовищ? Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам в скале, словно инопланетяне из фильма «Чужие». Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Попадаться на глаза Ромки и Беши после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Войдя в класс, я прошел к последней парте. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. И взгляды буквально опихали, меня трогали, исследовали. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту, чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец годилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе пылился точно такой же стул, покинутый Вовой. Я посмотрел на портреты классиков. Взгляд остановился на фотографии Есенина. В прошлом году мне задали выучить любое стихотворение, и папа предложил про пса Джима за авторством Сергея Александровича. Всех четверостише я уже и не помню, но конец почему-то врезался мне в память. Она придет, даю тебе по руку, и без меня ее уставить взгляд, из-за меня лезни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват. Старенький дешевый проектор для рулонных диафильмов. Я назвал такую модель «Танчик» из-за внешнего сходства. Когда-то у меня было много классных сказок, которые мы смотрели с папой в темноте. Помню крошку енота и того, кто сидит в пруду, Маугли, Ридьярда Киплинга и многие другие. Тут же меня накрыло вспоминание, как гудил проектор фильмоскопа, как пылал жаром его корпус, а яркий луч пил в стену, превращая ее в экран. Жаль, что в школе диафильмы были в основном про полезные минералы и ОБЖ. Такая вещь была у каждого моего знакомого мальчика – пороховые петарды, которые оглушительно взрываются. Особенно в закрытой арке, говорят, их собирают в Китае, и они могут оторвать пальцы, если зажать их в кулаке. Особенно эти черные корсары, пластмассовых солдатиков они, конечно, не взорвут, а вот подделки из пластилина вполне. Немного помешков я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Переглянулась с девочками со второй парты. Она и с ними поделилась, зашушукала, быстро закивала. Я ловил на себе ее взгляд, взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться, закричать. «Вы чего? Я не виновен!» Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, он, как и все, был сбит с толку пропажи Семена о горошем случившимся. И вдруг его взгляд уперся мне в переносицу. Казалось, он вот-вот ткнет меня пальцами, оглушительно закричит. «Смотрите! Это очки! Вчера стащил Бабурин! Они вернулись к Антону! Убийца!» Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, или Ромка что-то знает. Знает и не хочет об этом говорить. «А может, ему просто все равно? Ко всем прочим?» Но тут Ромка подозрительно глянул на Катю, как будто сообщая, что он ни капли ей не верит. Мне искренне хотелось, чтобы Ромка меня поддержал. Как и Бяша, что развалился неподалеку, уткнувшись в парту подбородком. Но они молчали. Меня настигла пугающая мысль, что эта парочка может легко меня предать, столкнуть в пропасть. Как они уже поступили с Семеном. Словно в поисках защиты, я до боли сжал линейку. «Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться!» «Кто на Баборина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался? А после?» Металлическая линейка выпала из моих ослабевших пальцев, и ее звон заставил детей стрепетнуться. Катя о сей классе как-то поязливо съежилась. Заскрепили стулья, одноклассники отодвигались от меня поближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены. Ромка и Бяша тоже заметили и презрительно поморщились. Хорошо, что они явно были за меня. «Да прикуси ты! Баборин, небось, с бабкой посрался и издымил на... Скоро найдется!» «Найдется, ага. Во враге, со вспоротым брюхом». Я сглотнул. Вообразил Сему на снежной подушке, лицо белое, как рыбье брюхо, расколотое широкой трещиной рта, а падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполняют гортань. «Видишь», — словно говорит он мне презрительно, — «это все твоя вина». Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему взоры одноклассников были полны трепета. Но была и обратная сторона медали. Что, если мне вскоре придется заплатить за услугу?» Дверь скрипнула. В класс вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крыса к угощениям, зашушукала, косясь то на Полину, то на меня. По классу запрыгали записки. Зазобежала трех звонка, извещая о начале урока. «Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается». Лилия Павловна прошла к столу, а за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Тот, что приходил недавно в наш дом, высокий, с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как глаза. «Здрасте». «Здравствуйте!» «Садитесь. Познакомьтесь. Это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности». «Одноклассники оживились. Лучше лекции от милиционера, чем уроки». А я готов был высидеть сто часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. Гори глаза нащупали меня среди учеников, волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Ледяной кол впился в кишке. «А правда, что Бабурина маньяк убил?» «Екатерина! Ну-ка цыц! Вопросы здесь взрослые задают». «Просто нам всем страшно. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной?» Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживая вскрик. «Спокойно. Дыши. Ты никого не убивал и не похищал». Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. «Петров Антон?» «Да». «Встань, Петров». Мышцы окаменели. Я встал, отклеился от стула, почти услышав треск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в выжасе гримасу. Ощутиться бы сейчас где-нибудь далеко в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застёкивал наручники на моих запястьях. Ненаверняка холодные эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки семёнов не оставят на мне живого места. «Я ничего не знаю. Я тут ни при чём». «А тебя никто и не обвиняет. Пока что». Только теперь я заметил папку с надписью «Дело» в его руке. Серую из шершавого картона. Она шлепнулась о стол, словно опустилась лезвие гильотина. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу. Кажется, звериные. «Ты с Семёном Бабуриным общался?» «Я знал его всего один день!» «Все знают, Петров его ненавидел!» Я покраснел. «Ах ты мерзкая сука!» Захотел сцепиться зубами в Кате на лицо и выграсти щуку. Но я сказался, водав с голосом. «Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Я его ударил». «Сильно?» «Да нет, так». Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивляясь, что я способен стукнуть гранью из фотографии. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. «Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Сам ко всем лез». Старлеймных значительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь. «Это твоё?» Я отвёл взгляд. Это была подписанная мною тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. «Моё?» «В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина». Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка. Тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчёт школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке. У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семёном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к кубам. И притворился, что кворяется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало бы как «Смотри, не мусорнись!» Я судорожно поправила очки. Но ведь Семён унёс их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Легко. Именно так далась мне эта половинчатая правда. Будь осторожнее. И прежде чем я поняла угрозы этой или пожелания, учительница сказала... Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Ха! Так маньяк всё-таки есть! Пока мы ничего вам сказать не можем. Ромка качнулся на стуле и показал небольшой палец. Молоток, мол, держи язык за зубами. Я кивнул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскидал мои тетради учебники по снегу, и он же руководил Семёном, пускай потом поменял союзников. Но есть преступник или нет, вы должны чётко помнить о собственной безопасности. Вас бережёт милиция! Вас опекают родители и учителя! Но в первую очередь защищать себя должны вы сами! Итак, кто там что хотел узнать? Я с рук взвился над партами. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросами. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Серая папка осталась лежать передо мной. Я посмотрела на неё и дышал, как человек, пробежавший стометровку. Под свитером струился пот. Я оглядел в кабинет. Сидите, внимание, электру. Только Ромка что-то говорил бешен. А Лилия Павловна, сражаясь с зевотой, пялилась в окно. Отъявлять комендантский час причин пока нет. А я сейчас всё сопру отсюда. Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Давайте отходите. Мы всё уверены, что он найдётся живым и здоровым. Никто не обращал на меня внимания, я открыл папку одной рукой. Пальцы заспешили, перебирая бумаги. Ксения Тылалаева, шесть лет. Ушла из дома в конце декабря. Особые приметы. Ага. Сердце подскочило в груди. На фотографии улыбалась круглорица и девчонка не старше Оли. Первая жертва маньяка? Первый ребёнок, растворившийся в бесследном ночном лесу? Я перестанула документы. Владимир Матюкин, десять лет. Вова был вторым. Его варежка болталась на суку, его имя выкрикивали отчаявшиеся взрослые и повторяло глупливое эхо. Илья Павловна кашлянула, призывая к дисциплине расшумевшихся учеников. Я дёрнула руку, папка закрылась. Мы поговорим о диких животных. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи, лисы. Людей они боятся. Твою девчонку. Как только коснулся папки, Тихонов хрестнул меня взглядом, словно розгой. Рука непроизвольно отдёрнулась, будто и вправду почувствовала боль. Лейтенант ещё некоторое время молчал, не сводя с меня в глаз, им не было не по себе от этой тишины и насмешливо косящихся одноклассников. А потом милиционер так же резко заговорил, как ни в чём не бывало. И близко не подходят. Но бывают животные бешеные. Не бегите. Отстань. И не делайте резких движений. Милиционер встал к глазу спиной и заскрёб мелом по доске. Противно заскрежетал. НЕ-ЗНА-КОМ-ЦИ. В деревне почти все друг друга знают в лицо. Так что чужаков обычно сразу замечают. Увидев незнакомца... Лейтенант снова заскрепел мелом, а я, убедившись, что никто не наблюдает, открыл папку и вынул фотографии, прятавшиеся на дне. Они напоминали стоп-кадры из той странной передачи. Только вместо крестов на белом фоне корявые рябины. Артерии корневищ, пни и подрезанные молниями сосенки горельника. Снег. Много снега. И вдруг от чёрной постройки тянуло могильным холодом. Но это был не склеп. Гараж. Железные, судя по деревьям, вокруг установлены прямо в чаще. Чёрные ворота словно засасывали меня внутрь. Я уже сталкивался раньше с этим скитающимся по округе контейнером. Вчера. Сначала о нём рассказал Ромка. Он говорил, что в пропаже детей виновен чёрный гараж. Словно тот был живым существом. А затем посреди густого леса я лично встретился с этой постройкой цвета зияющей бездны. И лисичка сказала, что там прятался Вова. Пальцы дрогнули, и фотография спланировала назад в папку. К счастью, упало изданкой кверху. Смотреть на стальную коробку было физически неприятно. На дне папки лежал ещё и целлофановый пакет, в каких хранят вичдоке. Я открыл его. А внутри... Отрезанный палец! Моргнул, и мираж тут же рассеялся. Больше не было человеческого обрубка, а зато был перстень. Ошпаренной секундной галлюцинацией я точно перенёсся в лес и услышал слова Семёна. Ща, порожник, я тебе этой печаткой так заряжу! Перстень тускло блестел на ладони. Я судорожно сжал улику в кулаке, словно ища подтвердение, что она настоящая. От неожиданности я кладзнул зубами, вдавился в спинку стула затравленного моргая. Милиционер молча сгреб папку и нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. С той силой я попытался выдавить слова, извиниться, вернуть перстень. Но получилось лишь протянуть сжатый кулак с кольцом и затрахтеть, как двигатель у папиной машины в мороз. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот. Он пошёл к доске, не оглядываясь, а я всё сжимал украденную улику и думал о Семёне, который теперь наверняка уже мёртв. И ещё раз, если вы заметите в посёлке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте милицию. Телефон-то знаете? Ноль два! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это, одноклассника вашего мы найдём. Ну да, подумал я. Поройтесь хорошенько во врагах, может, соберёте. Как лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди. Насколько подозрительной была девочка-лиса, разгуливавшая в темноте. Чудачка из ниоткуда что растворялась в воздухе со своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить вред здоровенному Семёну? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Вдруг от моих слов зависит жизнь из детей, милой девочки, Ксении, Вовы? Или меня поднимут насмех, снова начнутся шептаться за спиной. А может, того ужаснее сочтут сумасшедшим? Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он, одобрит сотрудничество с милицией. За сидящими впереди хулиганами беспокойно сновала коса Катя. Рука словно прилипла к партии. До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Лилией Павловной. Уйдёт. Опоздаю. В прошлый раз мы помолчали, а сейчас поговорим. Я отклеил ладонь от столешницы. Его надо предупредить хотя бы ради Оли, ради её безопасности в доме у скрипучих сосен. Я поднял руку, тяжёлую, как гиря. Простите. Два десятка голов повернулись ко мне. Учительница, лейтенант, Полина. Катя толкнула локтём соседку. Заспанный Беша вытянул шею. Упросительно нахмурился робко. Я слушаю. Меня будто изучали, положив под микроскоп. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Одноклассники зашептались. Тихонов нахмурился, глубокой морщиной расчертила его лоб. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в посёлке без года неделя. Дети захмыкали, злобно щирилась Катя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Меня осенило. Я не только могу описать, и ещё... Я нарисовать могу. Я рисую немного. Выплюнув это признание, я ожидал, что класс взорвётся гоготом, но никто не засмеялся. Даже Катя. Полина заинтересованно смотрела, склонив голову. Внимание одноклассников польстило мне, и я, смелев, спросила. Нарисовать? Тихонов медленно кивнул. Вилья Павловна, мы тут проведём следственный эксперимент, а? Пожалуйста, пожалуйста. Я вону ручку разгладил альбомный листок. Одноклассники вытрачились на меня в предвкушении. Полина улыбнулась, и улыбка эта была мне наградой за проявленную смелость. Ну что, Ван Гог, рисуй. Как там выглядел этот мужик-то? Я помню зайчью губу. Точно. О! Вроде так. Вот она. Это резкое, холодное, будто высеченное из камня лицо. С острым, как бритва, прищуром. Я неуверенно протянул готовый рисунок милиционеру. Вот, примерно так. Примерно? Да ведь он один в один тот тип. Так вы его тоже видели? Зайчью губу. Видел недавно возле посёлка. Думал он проездом. Давно подался дальше гастролировать. А он, выходит, здесь отирается. А ещё он рядом со школой стоял. И в лесу вечером. Тихонов посмотрел на меня так, будто видел впервые. Ну, пацан. Ну, молодец. Уже хоть какая-то зацепка. И хлопнув меня по плечу, он затопал к дверям. Замер. Затем окликнул. Талантливый ты парень. Тебя в Академию художеств с руками оторву. Он ушёл. Зазвенел звонок. Лилия Павловна прошагала, смеряя меня заинтересованным взглядом. Ученики притихли разом, словно на пульте убавили звук. Они следили, как я иду по проходу, и что-то менялось в их взглядах. Даже в Катину произошли перемены. Я отчётливо вспомнил, как однажды папа заступился за ветерана в автобусе, приструнив пьяных хулиганов. Пассажиры смотрели на него так же. С уважением. Сходив в туалет и умывшись ледяной водой, я вернулся в класс. Но не успел бы приступить порог, как кто-то радостно окликнул меня по имени. Это была Катина соседка по парте. Улыбнувшись, она угостила меня конфетой скитлс. Я пробурчал слова благодарности и машинально проглотил дрожа, точно это была мамина таблетка. Сбоку раздался радостный возглас. Катя подползла, словно гадюка, незаметно вклинившись между мной и одноклассниками. Да-да-да. Правда же, Антон? Как же! Пронеслось у меня в голове. Только я на что-то сгодился, так сразу ушла и Катя стала набиваться ко мне в друзья. Прости, но я уже обещал другой. Было видно, как дрогнула Катина лицо, но она молча проглотила мой ответ. Я поспешил протиснуться сквозь радостно галдящих ребят, ища Полину. Он открылся на своих новых товарищей. Ромка и Бяша караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошик. Пацан! Не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению свин... Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю. Атькарик-зверь! Тебя вырвнула на огонь, и ты кокнуть на! Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам. Ромка серьезно взглянул мне в глаза так, что стало неловко. Я закивал. Вот ты славно. Это, Антос, а где ты так классно рисовать научился? Я смутился, но виду не подал. Ковырнул носком ботинка пол. Да так. У меня с детства хорошо получалось. Круто! Я вот тогда художник. Паяльником по дереву, Луизыгайна. Вон мамки на день рождения тюльпан замутил на разделочной доске. В общем, здорово, что мы с тобой познакомились. Только давайте не будем обниматься на радостях. Что-то я обнялась. Ромка понедил тон, и с подозрением оглядел коридор. Дети поглядывали на нас, шепотом переговариваясь. Что ж, Сема пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Бешен нервно передернулся. А ты почем знаешь? Так мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сема в Нарнию попали? Посидят в лесу, с карамелькой за щекой и назад пришлепают. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? Манечелла! Бля, буду пацаны! Это все местная тикатилна. Мне дядька с маминой работы рассказывал, он тоже датью губу в поселке видел. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Слушайте, пока Тихонов лекцию читал, я в его папку тайком заглянул. Бяша присвистнул. Там лежало кое-что. Печатка. Семина печатка. И я ее того, прихватил. Да ладно! А ну, закев! Я воровато огляделся, а затем аккуратно показал украденный перстень. Так я и думал на... Манетела! На части нас разрезат! Рому информация не впечатлила. Он лишь мрачно кивнул. А еще там фотография была. С гаражом. Черным. Бяшу словно ударили под дых. Он нашатнулся, рукой заслонил лицо. Бляха! Ромка закатил глаза и выругался. Опять двадцать пять. Ну, спокойно, братан. Спокойно. Бяша, ты же встречал черный гараж раньше, так? Рома говорил, ты даже заглянул в него. У ретенка била крупная дрожь, словно его ноги выбросили на стужу. И каждый мой последующий вопрос окатывал его, как из ведра. Что ты там видел? Ромка заслонил приятеля грудью, явно недовольный моим допросом. Забудь! Ничего он тебе толком не скажет. Бяшик, каждый раз мозг на бекрень сворачивает, только коснись этой темы. Коль ты теперь с нами, я тебе в первый, в последний раз рассказываю. Ромка заговорчески склонился ко мне, брезгливо сморщился и, словно нехотя, возвращаясь к воспоминаниям, зашептал. Осенью мы с пацанами от нефиг дела черной магией баловались. Хотели, как обычно, призвать пиковую даму там или над духом Пушкина постебаться. Туда-сё. А вышло, брат, совсем не весело. Один старый чудил рассказал, что мы можем призвать настоящего духа, если нарушим один строжайший запрет предков. Чёрт. А я ведь сразу просёк, что он ёбнутый. Всего-то надо было пойти за гаражи глубокой ночью и постучать в самый-самый чёрный, мать его. Так, мол, явится эта чёрная параша и всех детей заберёт в лучший из миров. Охереть не встать. Вот мы по приколу и клюнули. Бяша обхватил голову руками и протяжно замычал. А когда Бяша тест на пацана проходил, то должен был в этот гараж постучать, но эта хитрая морда просто туда заглянул. И правильно сделал. Он от ужаса тогда так заорал, что слёзы брызнули. Отвечаю, я такой истерики отродясь не видел. И явно там не обещанная райская куща была. С тех пор чёрный гараж по нашим закоулкам шарится и нормальных пацанов жрёт. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроём мы, как Вольтрон. Неожиданно отошитший от шока Бяша промямлил. Это... В Вольтроне их пятеро было, да? Ну, считай мы покалеченный, Вольтрон. Он кивнул мне совсем по-взрослому. Моего глаза были полными тревоги и грусти. Ладно. Раз с Сёмой больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебе, кажется, уже боятся все. Меня? Боятся? И хотя это не укладывалось в голове, меня раздобрило их отношение. И я тут же согласился. Я шёл за Ромкой и Бяшей по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали картинно, будто герои какого-то криминального фильма. Словно только мы втроём обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошёл бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затаились в темноте в спортзале, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из раздевалки мальчиков. Наконец, Бяш откнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голос. Стой на стреме, и если кто из училок объявится, дай знать. Гляди в тетереглатно! Давай, давай! Я встал на углу, переполненный самыми разными мыслями и чувствами. В закутке позади Ромка переговаривался с пятиклассником. Может, тебя на счётчик поставить? Мальчик едва не хныкал, что-то доказывая, но Ромка сгнул свою линию, запористо бронясь, обяжа лишь изредка подгавкивал. Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Всё, вали давай! Товарищи вышли из закутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Ого, полароид! Он твой? Ромка безразлично тряхнул чёрным чудом техники с раскладной вспышкой. Терьмой! Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Ну, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, и в хер не впился. Парня было жалко, но все плохие мысли растворились при взгляде на желанную камеру. Я живо представил, как понравился бы Оле полароид, как я фотографировал бы сестру, маму, отца. Образы неспешно проступают на твёрдой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полина тоже щёлкнула бы, тогда у меня была бы её фотография. Хорнилась бы в ящике, под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Рома смерил меня взглядом и снова стал тем Ромкой, с которым я столкнулся вчера. Коварным и насмешливым вожаком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Я посмотрел на полароид. Ну давай я с тобой на него сыграю. Только во что? Беша броснул в кулак. Чаром, снимем с нас у Антоски последние штаны? Я тебе чё, пидор, с пацанов штаны снимать? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, тофик! Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде наскрести хотя бы какой-то мелочи на завтрак. В кармане что-то зашуршало. Я выудила из штанов тот самый вкладыш с Мерседесом, что получил благодаря Алисе. Видимо, я машинально сунул его туда, когда он вылетел из рюкзака со всеми тетрадями. А на вкладыши играете? У Бяши округлились глаза, стоило поднести картинку с машиной поближе. А вот у Ромка даже брови не повел. Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это же... Да жвачки этой рубль цена, а в полароде кассета еще целая. Да и это да! Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес Бенс, на! И вот она бы и не хватало, Ромэть! Фу, блин! Ромка сплюнул под ноги и отвесил Бяши подзатыльник. Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Как я и подозревал, такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки Турбо. Ага, значит, появился интерес? Так во что будем играть? Подкидного! В ножички? Я не заметил, как в руках Бяши появилась засаленная и наверняка окропленная колода карт, а Ромка прямо перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по их правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень-ножницы. О-о-о, а ты у нас любишь рисковать! Ну что, мой полароид против твоего мерса? По рукам! Есть! Я торжествующе вскинул к потолку кулаки. Стопэ, стопэ! У нас принято до трех побед играть. А раньше сказать? Ты думал, все так просто будет, да? Не пойму, а че ты хмуришься так? Один раз уже выиграл преимущество на твоей стороне. Давай-ка продолжим. Раз, два, три! И ножницы. Блин. Камень. Бумага. Я с подозрением взгляну на оппонента. Ну, я выиграл? Или теперь мне нужно еще и бяшу обыграть? Ромка что-то буркнул под нос. Мне показалось, что он откажется выполнять условия и пошлет меня куда подальше. Эй, Ромать! Все потесно, акуна! Ромка неохотно сдался. Везучий ты, сука! Держи! Только писюн свой не фоткай! Я взвесил на ладони полароид и понял, что осмехаюсь, как настоящий победитель. Семь дней миновалось того дня, как лейтенант навещал класс. На первый взгляд все осталось так же. Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер вначале взметал белые флаги пороши. Родители приглушенно спорили в спальне, а я включал мультики погромче и подсаживался к Оле. Фотографии Вовы и Семена чернили на доске, да и круглорица осенечка не вернулась домой. Но что-то все же поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карман под даренным яблоком. Испарилась враждебность. Школа больше не пугала меня. А главное, чья-то тень проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд в проем между партами, но посыльного и след простыл. Кого эта записка? Что мог скруговать в себе этот аккуратно вырванный и сложенный листок? Очередные угрозы и унижения или все-таки? Я взял листочек и осторожно вдохнул льющийся аромат. Ежевейка. Внутри красивым почерком было выведено. Жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один. Объединенным призывом я тут же сорвался с места. Ты и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу, заскакивая за поворот. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Ой! Как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина преувеличенно возмутилась. Петров! Да ты совсем зрение потерял. Я поправила очки, собственная близорукость словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно меня осмотрела и пощелкала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? На блюзовую импровизацию. Я заморгала задачно. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня? Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный. Иногда немного печальный. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия. Какой темп возьмет. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки, легкой, как дуновения майского ветерка. И от глаз глубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина ухнула, нахмурилась, отчего стала еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пене дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Я напрягся, тревоживаясь, что она подтрунивает. Но Полина качнула головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Мим прошагала Катя со своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька, какая мелодия. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Я захихикал, прикрыв рот. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо, а потом лишь хмыкнула и ушла в своей силе. Я уже вспомнил про тетрадь, которую так и сжимал в руке. Повертел ее. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова только для друзей. Любопытные Варваре кое-что оторвали. Прости, это анкета? Заполнял когда-нибудь? Я собрал, что да. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечение, конечно, девчачье, просто список стандартных вопросов про любимых актеров, любимые цвета, но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. И иногда чего-то большего, о чем раньше я имел смутное представление. Хочешь, заполни мою? Сердце участило свой бег. Хочу, спасибо. Полина хитро хихихнула. А хотя, там же столько секретов. Наверное, лучше тебе и не знать, о чем мы, девочки, думаем. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пресечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица. Шелковистая прядь защекотала нос. Я ощутил запах. Весь мир стал этим ароматом. Матом, душистым, манящим, живым. Запомнить бы его. Украсть. Голова прошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонациям лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина засмеялась и неожиданно притиснулась к моей груди, вновь обдав ароматом волос и кожи. Такой сливочной, почти прозрачной, с тоненькими ниточками вен под ней. Ее шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская! А теперь, Антоша, самое время поторопиться. На уроке я достал тетрадь. С величайшей осторожностью, будто она была хрупким сокровищем. Полистал, вчитываясь в чужие предпочтения. Изряду удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не черный плащ, а утина история. Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Мне было не до него. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки журнала Cool Girl. Любимая музыка. Шуберт. Лучший друг. Дедушка. Коби. Не скрипка, как я предполагала, а куда более загадочно слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через голову одноклассников на Полину, она сосредоточенно записывала за учителем. Пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Петров Антон. Шестой В. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Carmen с крутыми танцорами в клипах. Любимый праздник это просто Новый год, естественно. Коби. Рисование. Мечта. Пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я, не задумывая, начал. Па. Остановился на первой услуге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверить бумаге. Паук. Закончил я, сверху присобачил человек. Человек-паук. Почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно. Потеряй дорогого мне человека. Твой номер телефона. Никого секрета. 30395. Любимый мультфильм? Трансформер. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспомнил Алису, скользящую за стволами деревьев, задорно смеющиеся в темноте. Неделю не видел ее и даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала мне на раздерзание тому исполинскому монстру, что бродит по лесу в ночи. Как-то упомянул при Ромке и Бяше девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг. Перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были две буквы, и я аккуратно вписал их в клеточки. Ты. Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный бодрящий воздух обдал мои щеки румянцем. Солнце, похоже на целый яичный желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром. Снег искрился, преломляя солнечные лучи, и я, зажмурившись, улыбался от лепительной белизня. И от чего-то волшебного и зовущего в груди. Потому что в дружбе может таиться нечто большее. Тво, стыть улыбишься. Я жевал улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись тогда на. Я прошерстил память и взял первый попавшийся анекдот, услышанный утром в столовой. Крощей вышел на крыльцо, почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Ясно, Петросян. Ну, идем на. И не дожидаясь, он последовал к углу школы. Я неуверенно двинулся за ним. А куда? Идем, идем на. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово дельце. За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. Бать, позови, дельце есть. Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас тянут во что-то преступное, ноги предательски затряслись. Череда образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов захлопывает дверь камеры. Отец гневно бьет по тюремным прутьям. А мама и Оля тихо плачут рядом. На заднем дворе, как назло, никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял широко, раздвинув ноги, правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся, да. Голос Бяши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте! А мне и здесь нормально, да, куколка? Че? Куколка? Это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк! Вали пока цел на! Я переваривал услышанное. Бяша назвал Рому говнюком. Он свихнулся? Пацаны! Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Роме. Замахнулся как-то чудно и комично. Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар. Актеры в индийских фильмах, которые любила мама, и то дрались убедительнее. Бяша заскурил, хоть я и не видел, чтобы Рома стугнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Рома пнул куда-то в коленку. Бяша припал на четвереньки оха и аха. А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивался, рука выползала из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас! Ромка резко выкинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. Букет подснежников, не пойми откуда взявшийся в такой мороз, качнулся у моего лица. Это что, цветы? Позволь проводить тебя! А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ну и отёна, бедным маньякам уже и посаснуть нельзя! Эх, хреновый с тебя маньяк, Бяшка! Даже Тоха не повёлся! А она нас в два счёта раскусит! Наконец ко мне вернулся дар речи. Она? Кто она? Что тут творится? Ромка хмыкнул, сдуваясь цветов снежинки. Ааа, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Бяша встал, отрехиваясь. Ну и я такой её раз! И спасаю. Ну, чё-то Бяша совсем бездарный актёр. Давай-ка ты маньяком будешь. Я? Ну, а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням, все в школе думают, что именно ты, Бабурина, кокнул. Давай, соглашайся, Тох. От сердца отлегло. Никакого криминала, обычный театр ещё и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел, Бяша, накривление? Тип, идёшь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать. А я тебя, типа, херрак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Гуляй! Бяша зашаркал по двору, закривлялся. Я тёлочка, красивая тёлочка, я гуляю, ла-ла-ла. Тоха, действуй! Я, борясь с улыбкой, направился к Ромке. Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актёрствовал на пять баллов. Она моя! Рискни! А-а-а! Хлопнулся всем весом, так и не убрав руку из-под тела. Лепестки примятых бутонов остались на снегу. Я кинулся на помощь. Ой, бля, да погоди ты, не дёргай! Не сломал? Рома осторожно разминал запястье. Да не, ушиб вроде. Лёд приложить нужно, она. Тебя, мудака, приложить нужно. Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про неё забыть. Давай ещё раз отрепетируем. Рома мотнул головой. Вечером, как рука пройдёт. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Да гава... Я осёкся на полусловия. В голове щёлкнул рубильник. И всё встало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал к Полине. Вспомнил его каракули в анкете. Почему я не удосужился, как следует изучить их? Меня будто молотком огрели, вклотили в землю. Полина. Вот главный герой спектакля, срежиссированного Ромкой. А мне в нём досталась роль третьего и лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех. И все на одного. Захлопни. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем. Во рту стоял привкус гадкой воды, которую я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уготовил мне роль злодея. Я бродил по дому, будто пьяный. Поддакивала сестре, толком не разбирая, о чём она говорит. Оля же толдычила без перебоя, то и дело вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкла и усталась на меня до боли знакомым колючим мамином голосом. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиам, обрушивались на мой искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с её грозной позой в виде заглавной буквы F и вздёрнутыми к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проводила всё своё свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Ещё немного и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил её в своей башне, а это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости, ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, селись найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ей сумрудных глазках. И ледяной осколок, заснеженный, заснеженный, заснеженный... Блядь, заела тебя, что ли? Не сомню! И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток. Хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Падди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха, и ледяное сердечко окончательно растаяло. Хе-хе-хе-хе! А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая! Считай, уже проиграл! Хе-хе-хе! Не на того напала! Включай скорее! Я спрятал печатку Семёна в ящик письменного стола. Хотя сам до конца так и не понял, поступил ли я правильно, украв у милиционера важную улику. Наконец, я перебрался в комнату сестры. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветные дынти. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским. Я даже не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретённую дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестрёнка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама! Она замолчала и на секунду показалось, что на её глазах выступили слёзы. У неё опять был этот страшный. Оля взглянула на меня мокрыми глазёнками-блюдцами. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принёс большую рыбу. Она в газету была завёрнута и пахла так. Бэ. Оля поюжилась с опаской, выглянув в окно. Они начали громко ругаться и... Я замер, представляя, как сестрёнка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проёма. Она даже не пыталась спрятаться. Родители её попросту не замечали. А потом мама ударила. Вот так! Оля едва дёрнула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу! Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мама... А папа... Он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили её. Да, но вначале... Он засмеялся тоже. Так страшно, как-то увидел, что маме плохо. А потом вдруг заплакал. От услышанного у меня дёрнулась бровь. Безумие, источаемое лесом, окончательно завладевшая мамой, перебросилась на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив её в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь. Я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие? Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и всё, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи! Переключи! Скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, всё время реагировала одинаково, как и при виде совы. Фух. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелания сестры. Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяющей, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Да вот, завёл пару друзей, наверное. Ого, целых двух! Везёт! А ты говоришь, лисичку видела? Ага, её зовут Алиса. Мне резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала? Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А ещё говорила, что спасла тебя. Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, а затем таинственный шепоток из чащи. Как улепётывал побитый Семён, и как склонялся надо мной, заслоняя луну рогатый великан. Всё это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев, застывшей улыбкой на рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. А ещё она что-нибудь говорила? Не. Мама так быстро вернулась. Я её хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Ты её не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Я вставила световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Тюля первая! В тот раз мы дали ей выиграть. А теперь нет. Не дождётся. Get ready. Пам! 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 Да, стреляю я плохо. Айч! 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 Ха-ха! Ты хороший жур. Перфект. Считай, это я тебе поддалась. Угу. Фот? gado! Перфект. Фот? Фот? То есть? Айч? О, это ты виноват, что я промазала. Конечно. Конечно. Мама докричалась до меня только с третьего раза. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаши и потрепанные блокноты. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норабящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честный буду? Конечно. Карандаш вовел женский профиль глаз, длинные ресницы. Полина рассказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про, ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефон на игла. Скрипит. Воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я от тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Ах, вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. А порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес. Подумал я отчужденно, малюя хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз. Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож бабочку. Зачеркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы, охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их. Так, ну с учетом того, что с Полиной мы уже тусовались, разумеется, мы выбираем команду Вольтрона Ромку. Да, порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим, помыкал слабыми. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях и мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь не были так же чудовищно, как на вид древний лес из моего окна, я сдвинул очки на лоб, потирая глаза. Ах, поскорей бы уже повзрослеть. Ты думаешь, будет проще? Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд вткнулся в дверь. Это Ромка с Бешей пришли репетировать, а я должен помочь ему вести девчонку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку! Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалом, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки, я поморгал, привыкая к сумеркам. Атле затянуло холодным и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать них... Распоза... Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах и монотонный скрип под подошвами. Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чечобе, будто бы конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея, стало тошно. Я подумала о доме, о хлебкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары. Мне совсем не хотелось участвовать в ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. Ну что, Датри Ална, мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал в клубы пару у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До кости продроглена! Сомелись! Да иду, иду! Я глубоко вдохнул и пошел, пиная сугробным. Бяша замер лицом к тайге. За него было рукой подать, и я зачем-то положила зябшую кисть ему на плечо, наверное, и убедиться, что это все не сон. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. До самых костичек! Голос был точь-в-точь бяшен, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули ногайкой. Существо в маске лишь притворялось бяшей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый снег в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение! За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже каракулся по крыльцу, как вдруг в краем глаза заметила еще одну фигуру. Зъярушенный волчок выпал из угольной тени дома, превратив путь. Он двигался дерганно хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или порчился в припадке. И пускай я отчетливо увидел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня окчинить. Ряженый потерся боку мосту от крыльца и припал на четверинки. Выглянулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза абразины засверкали. Но зверь не нападал. Он то ползал вокруг, а пластонский то трусил на четырех колеечностях. С отвисшей челюстью я перебрал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Из порезей маски сочилась жидкость, тягучие капли падали на доски. Слина, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула «Спасайся!» Штыки тены заборы замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону к зубчатой и пахнущей хвоей кромке леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Гррррр! Грррр! Грррр! Правая нога застряла в припорушенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнула на землю. Подо мной заструились зубучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывала все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров. Я снова побежал, выдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от лютого мороза, пока я сам весь смог откуда. Коля наконец закончилась. Понимая, что был в не лучшем решении мчаться в лес, я герпнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный стук не лишил глаза. Едкие били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел, выбившийся из почвы корней, прихватил заставку. Я врезался в шишавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый! Первым желанием было кинуться к ней обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притеснулся к сосне. Ты... что ты здесь делаешь? Да вот... Она протянула мне потерянную шапку. В бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Она хихикнула. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в жуке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы. Или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Я забрал ее и натянул по самые брови. Тепло? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден, но покатав мысленные языки, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную и взяла под локоть. Я почувствовала запах мят и апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости и ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думала, ты в снег провалился. Сталось не копать, нет тебя. А я не копал. Лень копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай да копай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. Да уж так дозвать мне разговор. Как я рад! Дегенерат! А? Не обращай внимания. Он со странностями. Я понял, что стою с открытым ртом с бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышал шутку. Да, да, лесоправо! Это он. Нет, это наш. Неужели нашли? Наш зайчик. Да, да, похож. Взбесившийся от радости волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Первый! Ну конечно ты первый! Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей совышкой, ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугай – медвежутка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувства юмора где-то обронил. Все еще сомневаясь в плохих намерениях причудливых зверят, я спрятала руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбочинилась и как-то ухитрилась подмигнуть свои рыжие лечения. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал! Это добрый знак! Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Про клюв от воробья! Про Диснейленд, яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески. Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня? И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив, привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот, с земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновения. Они хлопали дружески, трогали мои одежды, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости, лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. Я почему-то сказала про себя. Им можно доверять. Нежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Драк, пусть только попробуют. Лиса тихонько прихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя и журчания студеного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеяла их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали, образованные соснами туннель раздвигались, пусты кланились перед нашей процессией. А то есть предыдущий день его не смутил ночью, да? Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Лейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветвь в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделял ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. О-о-о! Красиво как! Очень красиво! Волчок изобрительно зовет. Это мелочи. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотела увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшонок глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на Неварском ветру. На тебя какая-то чертяка здоровая нацепила маску! А какой маски ты думаешь? Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, а предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки! Человеческие ласки? Человеческие дрязги! Я же говорила! Человеческие смазки, эх! Все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними одни дни люди. И даже я? Хе-хе! Ты такой расчаянный, Антон! Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку! И твоё настоящее лицо. Я увидела маску, которую лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Но вдруг стыдом просачиваясь сквозь мелодию флит, и меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семёна. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семён? Что с ним стало? И с остальными детьми. Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисичка чуть опустила свой острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Он умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослый. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Мне реально кажется, что слева Семен, дальше идет Ромка, потом идет Полина, а вот кто лиса, я без понятия. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я была уверена, что музыкант стоит прямо за частоколом сосен, очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка извлекла из кармана в горсть конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики, тут же запахло ананасом, какао и дыней. Последнюю конфету вафельную мою любимую Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой прибегали яркие искорки. Замешков, я прожевал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже казались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маши исходило тепло, маска льнула кожу и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Говори, Можа! Это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, который меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, врачая, отдуваясь. И ты так можешь! Попробуй! Я попробую. Ноги оттолкнулись из земли, я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих друзей внизу. Ветер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды оказались яркими плестками, до которых можно потетнуться языком, слезнуть. Она стала ближе, потом я полетела вниз. Лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности, и все твои мечты станут явью. Я так счастлива, наконец, обрести тебя, зайчик! Смеясь от восторга, я понял главное, эти четверо не причинят мне вреда. А настоящие враги, я чувствовала это каждой шерстинкой своей маски, тех, кто далек от волшебства, люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава, увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья охмулялись, а звезды корчили страхи. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас и... Я щекнул зубами, затем закричал, ликующе, и прыгнул одновременно с лесой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, а леса закружилась такт. Я знал, что она улыбается, и улыбался сам. А Флейта все играла и играла, унося нас ввысь. Ты че, опять в облаках витаешь? С вами полетаешь, сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь слонялись по классу, передавая друг другу записки, шушукались. Их физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялся лиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка, это был сон. Потому что из леса я не возвращался, проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Но важнее было и чувство полета. Знание о том, как его висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Ну чего? Че-че? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Сон как рукой снял, я недоверчиво хмурился. Как пропала? Будь не может. Ну вот и все. Эпизод подошел к концу. А это значит, что встретимся в следующем эпизоде. Ставь палец вверх, подписывайся на канал, Оставайся со мной, чтобы узнать, чем же все закончилось в этом варианте. Пока.